Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава КИТЦ. В главе очень много заповедей. Заповеди даются нам для очищения, заповеди очищают. Некоторые думают, зачем они мне? Я не убивал, банк не грабил. Ну, иногда так, сбивался по мелочам, но я не закоренел и грешник. Это вы так считаете. А Тора, книга, по которой построен мир, иногда считает иначе. Вы можете считать себя очень хорошим человеком, который, например, иногда просто опаздывает. Но согласно еврейскому закону, если вы постоянно заставляете людей себя ждать, это делает вас вором, без всяких поблажек. Если вы обидели человека так сильно, что кровь отклынула от лица, мудрецы говорят, и он стал белый, то вы в духовном мире его убили. И с точки зрения неба вы убийца. Поэтому нельзя человеку полагаться на то, что он вот так себя видит. Чтобы в этом месяце правильно настроиться, вообще, знаете, вот надо сходить в больницу, в такое отделение, где лежат тяжелые больные, и на кладбище. Я на прошлой неделе был на похоронах на кладбище. Думаю, что это очень полезно. Вот вид этой ямы и земля, которая падает сверху, она напоминает всем о том, что будет и что надо делать. Обратите внимание, как интересно устроен этот мир. Чем материально лучше живут люди, тем меньше открытости и связи с окружающим. Это синдром с дома. Когда все очень хорошо, когда все люди считаются в основном, это, конечно, бывает и исключение. Люди стараются закрыться там, чтобы сохранить то, что у них есть. Вот дочь Рабанит Каневская в своих воспоминаниях о жизни семьи описывала многолетнее состояние такое физической тесноты, нищеты, голода. И несмотря на это, дети в этих семьях были полны радости, и эти семьи при самом низком достатке помогали другим. Кто помнит, как чуть-чуть, когда люди жили совсем плохо, там ставили столы вместе с соседями. Сейчас такого почти нет. Мир изменился. Раша в комментариях в недельной главе Микец приводит Медраж, говорящий, что символ дней изобилия, это когда люди хорошо выглядят в глазах других, потому что один другому не завидует. И у этого есть глубокий источник духовный. Когда в мире царствует мера суда, то свет Всевышнего сокращается, и люди становятся неприветливы друг к другу. Ну вот то семья, о которой я говорил, члены семьи Рава Ильяшева были радостны и отзывчивы к другим именно в дне бедствия. Как такое может быть? Дело в том, что когда в семье присутствует шхина, там есть все. То есть надо Бога пускать в свой дом. Надо понять, что в конце любой жизни кассовый аппарат. За все надо заплатить. И сто на том, что там что-то не так, я не понял, не работает. В том мире платят за все. Короткую историю расскажу. Израиль Балшемтов пришел в дом к одному человеку, который принял его с большим почетом, очень хорошо. Повел, показал, и он увидел имущество, увидел коня, корси. Он говорит, слушай, продай мне этого коня. Тот говорит, не могу, у Рэба все что угодно, но это самый у меня сильный конь, на нем держится мое все. Он пашет с утра до вечера, ничего. Раб дает двойную цену, тройную цену. Хозяин по-прежнему отказывается. Ну, хорошо. Затем они вернулись в дом, стал его расспрашивать, как дела. Хозяин дома спросил про какого-то человека. Хозяин дома его знал, торговал с ним. Он говорит, ну и что? Он говорит, у меня остался должен деньги, и вот он умер. Вот долговая расписка. Он говорит, а что с ней собираешься сделать? Он говорит, а что уже сделаешь? Ничего, уже долг не получишь. Он говорит, слушай, тогда я тебе советую, прости ему от всего сердца и порви эту расписку. Ну, хозяин от всего сердца простил и порвал записку. В это время прибегает мальчик с конюшней, говорит, ой, у нас такая ситуация. Конь не спустил дух и упал тот самый лучший. И вот сказал ему Балшемта, когда душа того человека поднялась ввысь, за ним числился вот этот долг. Ему был вынесен приговор, и он должен отдать долги. Его душа возвратилась, вернулась сюда, стала конем. И очень сильно страдала, потому что страдания человека очень большие. И вот сейчас ты избавил его от всего. Понимаете, вот как бы тут надо вдуматься в одно. Не бывает такого, чтобы в конце кассы не пришлось заплатить. Такого не будет. Такое обязательно это все. Короткую еще историю расскажу. Мудрец прогуливался по рынку, обратился к торговцу с лошадьми. Еще раз про лошадей. Почему у тебя одна лошадь стоит 10 раз дороже другой? Потому что она скачет 10 раз быстрее, сказал торговец. Но если она поскачет в неверном направлении, то будет 10 раз быстрее удаляться от цели. Торговец задумался и сбавил цену. Вот и нам надо срочно в месяц элул задуматься. В ту ли сторону скачет наша лошадь. Правильно ли мы едем? А то мы можем казаться, нам казаться, что мы такие рысаки. А на самом деле никогда не поздно изменить направление. Но только после этого человек задумывается. Поэтому брахава от слоха. И немножечко времени для того, чтобы задуматься. Немножечко остановиться в этом беге. И посмотреть направо, налево, вспомнить про кассу. И вот про ту лошадь. Брахава от слоха.